МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Общественная организация «Зеленый листок», то есть речь идет о экологической и хозяйственной направленности в основном общественно-политической деятельности Влада. И я так понимаю, что за последнее время у нас очень много накопилось проблем в регионе, особенно учитывая то, что происходящее в Киеве событие геополитического масштаба, когда трясет все руководство города, эта ситуация развязывает руки нашим негодяям, которые продолжают в наглую игнорировать общественное мнение, фактически уничтожать центр города Одессы. В этом плане мне казалось, что на протяжении последних месяцев вы и ваша общественная организация добились определенных успехов. Я так понимаю, что эти успехи носят чисто тактический характер. На самом деле генеральная линия господина Труханова и Галантерника продолжает оставаться той же. Меняем Одессу на гипсокартон и стеклобетон. Да, только с некоторыми нюансами для того, чтобы как-то нашу деятельность погасить. Были включены механизмы дискредитации, очернения каждого из участников. Из активистов. Из активистов, да. Этим занимались конкретные журналисты, конкретные телеканалы? Да, конечно. Медиаресурс использовался определенный. И то, что попытались события 18-го. Вообще у журналистов, я знаю, принято как бы друг друга стараться не критиковать. Даже работая на разных хозяев, которые между собой грызутся. Сами журналисты, я говорю журналисты по профессии, а не по должности, очень редко занимаются публичным избиением друг друга. Как бы это некорректно и не принято в профессиональном среде. Сегодня мы в одной организации работаем, завтра будем в разных работать и так далее. То есть не принято это делать, это дурной тон. Я так понимаю, что эти ребята про это просто ничего не слышали. Нет, по-всякому получается. Просто выходит разного рода материал, информация подается. Но подается журналистами? Подается журналистами, да. Готовится, нарезается. Ну, тут мне уже абсолютно привычно. Каналы разные. Ну, к примеру, когда на Первом городском, к примеру, выходит сюжет. И он показывает там, ну, в частности, вот мою деятельность по контролю за реставрационными работами, реконструкцией гигантской лестницы, потемкинской. И выставляют меня в виде такого, ну, дурачка. Хотя сам Суханов тогда говорил о том, что благодаря этой критике удалось и какие-то учесть недочеты, и изменить и так далее. То есть, а в то же время, вот, здесь эта информация с точки зрения очевидения... Конкретно какие телеканалы занимались, как бы, контрагентацией по поводу вашей общественной деятельности? Ну, сейчас, вы знаете, сейчас это и Первый городской продолжает, и это каналы, которые... И репортер так подключился, но он не напрямую. Ну, то есть, это каналы, которые так или иначе контролируют Руханов и его партнеры? Да. То есть, общий вектор такой? Да, в общем, да. То есть, вы понимаете, само событие 18 ноября, скажем, взятие летнего, как мы его... Взятие летнего театра, да. Немножко ребята перепугались все-таки тогда, попятились. Вы знаете, да, но уже сами действия полиции, уже были манипуляции, поскольку это было чересчур... Неадекватная реакция на, как бы, мирный митинг. Для чего там было такое количество сотрудников? Ну, были фактически столкновения физические, были даже избиения. Там генерал милиции пострадал, то есть, как бы, просто-просто в него запустили там чем-то тяжелым и разбили голову. То есть, это серьезные дела? Да, конечно, это очень серьезно. И такого не должно было произойти, на самом деле, если бы на тот момент полиция отреагировала соответствующим образом, подготовилась, связалась бы с организаторами этого мероприятия, со мной в частности. И мы бы обсудили ряд моментов. Ну, я лично был и достаточно много времени там провел. В принципе, ситуация была довольно мирная. Пока с крыши, как бы, вот этого самого пристроенного там домика со стороны не полетели всякого рода же металлические предметы, да? Нет, нет, я хочу сказать, что началось не с этого. Ситуация сразу же перешла в острую фазу, когда один из молодых ребят залез и начал опускать камеру на дереве, камеру видеонаблюдения. Его сразу же попытались задержать и при этом жестоко начали избивать. И тогда же одного из молодых ребят, он упал на землю, и сотрудники полиции начали бить фактически по голове ногами. Ну, в общем, топтаться. Это выглядело очень жестоко. И понятное дело, что молодые ребята, которые там находились... Суперились и начали бить милицию, да? Ну, бить, как бы, вы понимаете, там же расстановка сил у нас не соответствовала. Понятно, после этого были попытки организации судебных расследований, все это я помню, да. Одесса. Одесса все это должна была заметить, да. И в целом, вот, в целом такое поведение, и в данном случае полиции, оно было изначально направлено на какие-то вот действия по дискредитации, очернению. И в дальнейшем уже непосредственно, ну, и на провокацию фактически. Потому что зачем мирный митинг, зачем было приступом брать этот периметр? Сейчас, после того, как Труханов заявил о том, что ничего такого там строиться не будет, после этого были опубликованы материалы Лилии Леонидова, она их все-таки получила. И там действительно уже описание проектной документации о том, какую... То есть конкретно на территории Летнего театра будет строиться восьмиэтажное здание Торгово-развлекательного центра. Точка. Решение принято, и господин Труханов, стало быть, просто лжет. Да, получается, что так. И более того, уже конкретно описана та площадь, которая будет занимать данное строение. Вы видели документы, в которые все это фиксировали? Да, конечно, они в свободном доступе, эти документы есть, они опубликованы. Уже произведен анализ этой документации. Понятно, что это все с нарушением и ДБН, и с нарушением градостроительной документации. То есть этим анализом занимались юристы и экономисты профессиональные, которые сотрудничают с вами, просто, что называется, на основании как бы просто своего гражданского патриотизма, своего гражданского чувства. Да, занимались архитекторы, генпланисты, те люди, которые занимаются планированием территорий. И очевидно, что такое строительство приведет к уничтожению городской армии. Что будете делать? Подавать в суд? Ну, параллельно необходимо, параллельно несколько у нас происходит таких вот событий. С одной стороны, мы хотим, чтобы одесситы поняли, что это их территория, это городская территория. Во-первых, она принадлежит городу, и речь идет об аренде этой территории. Причем непонятным образом... Но они уже пытались вывести территорию Летнего театра за пределы, собственно, горсада. Была такая попытка сделать? Так она выведена уже за пределы горсада, по факту. Дело в том, что сейчас... То есть у них оформлены документы, которые ждали своего часа? Да, конечно. Дело в том, что сейчас Максим Степанов инициировал подготовку... Это наш губернатор, кто не знает. Да, председатель обл. администрации. Включение этой территории вновь в границы памятника садово-паркового искусства, так как это было до принятия генплана 2015 года. И памятника архитектуры. Эта документация уже разработана, и она будет принята вот-вот в Министерстве культуры. Также рекомендовано разработать назначение земли, как и земля историко-культурного значения. Это довольно пресные, достаточно тяжело воспринимаемые вещи в качестве информации. А на выходе получается, что есть реальная драма. Город теряет в самом центре своем замечательную территорию, которая еще и, как я понимаю, просто насыщена памятными местами. Там есть дом, в котором жил Тимченко. И по поводу этого дома они тоже пытаются оттуда всех выселить. И этот дом просто им мешает организовать заезд тяжелой груженной техники на строительную площадку. Со стороны Преображенской дом Тимченко. Тимченко, хочу напомнить, это человек, который, живя в Одессе, за несколько лет до Люмьеров изобрел специальный аппарат, который стал основанием для кинотехники, создания кинофильмов. Это сделано в Одессе, и этот человек жил в этом доме. И там мемориальная доска. Так вот, на жителей этого дома сейчас оказывается бешеное давление всеми возможными способами. В частности, по бизнесовым структурам господина Галантерника оказывается давление на энергоснабжение этого дома. Да, вплоть до распрощения электричества и так далее. То есть идет грубый шантаж, чтобы вот этот дом, который дорог Одесситам, был снесен, и была вместо него дорога, по которой автомобили, груженные строительными материалами, будут заезжать на строительную площадку, которая находиться будет как раз на территории нынешнего, так называемого, летнего сада. Ну, дело в том, что это не единственный памятник архитектуры. Нельзя забывать про научную библиотеку университета имени Мечникова и про те фонды, которые находятся. Это просто бесценные для Одессы фонды. Если рядом с этой библиотекой, с этим зданием Одесского университета, которое принадлежит Одесскому университету, господин Коваль, господин ректор, Игорь Николаевич, обратите внимание, неужели нельзя ни с кем поссориться, ради того, чтобы спасти такое ценное здание? Насколько я понимаю, кроме расположенных там раритетов, это здание само по себе еще и находится в достаточно близком к аварийному состоянию. Да, дело в том, что... Если рядом начнут строить, то оно будет просто пострадать. Да, конечно, в 80-х годах были затрачены очень серьезные, в конце 80-х, серьезные средства для реставрации этого здания. И тогда оно было реставрировано, и тогда же были сделаны выводы, что под этими зданиями находятся пустоты, мины, так называемые, и так далее. И любые такие сотрясения серьезные, любые подвижки, связанные со строительством... А тут рядом стройка будет. Да, могут вызвать очень серьезные повреждения. То есть будут забивать какие-то сваи для укрепления, и пострадает, может, это здание, а это здание само по себе раритет. Да, то есть необходимо говорить о том, что, конечно же, такое строительство невозможно. Это приведет к уничтожению памятников архитектуры и самого городского сада, поскольку понятно, что нагрузка антропогенная на него возрастет, понятно, что машины необходимы где-то... Просто замечательный тихий уголок в самом центре Одессы, который одесситы так любят, просуществовал, он румынскую оккупацию выдержал. Извините, пожалуйста, выдержал все. Выдержал перестройки, выдержал репрессии, выдержал всю историю Одессы, очень пеструю, яркую и очень такую серьезную. Да? Неужели мы не переживем господина Труханова? Я не понимаю. Неужели у нас не хватит мужества и ответственности перед потомками, чтобы спасти горсад? Вы знаете, я хочу сказать, что одесситы действительно вышли тогда, 18-го числа... Так что, там каждый день там стоять, чтобы они не занимались безобразием? Нет, нет, просто необходимо, чтобы люди изменили свое отношение к власти и поняли, что они и есть город, они и есть громада. И в данном случае господин Труханов, он должен служить громаде, должен служить жителям. Нам, а не галантернику. И поэтому не надо бояться никого. Формы мирного протеста, они являются конституционным, закрепленным правом. Более того, то, что сейчас происходит в городском саду, в летнем саду, в летнем театре, каждую субботу мы собираемся, проводим субботники. Эта территория уже полностью очищена, было вывезено оттуда больше 10 самосвалов мусора. Но это обычный ход наших, извините, приводизаторов. Да, конечно. То есть сначала они перестают убирать какую-то территорию, доводят ее до состояния такого как бы мусорника, да? Да. Потом говорят, ребята, смотрите, в центре города или в выгодном месте находится просто свалка. Давайте мы почистим и поставим общественно полезное здание. Да. Они так делали множество раз. Конечно, но на самом деле это тоже является нарушением закона, поскольку если речь идет о выделении аренды для эксплуатации зданий, для эксплуатации строений, поскольку с таким назначением выделена эта земля, то вопрос, а как же происходит эксплуатация, если строения уже фактически обрушились, если эта территория... Но это вопрос, на который у них ответа нет, скорее всего. У них... Они его просто не будут поднимать, этот вопрос. И поэтому сейчас эта территория открыта, сейчас она очищена, она освобождена для всех горожан. Более того, те инициативы, которые мы там наметили, они не носят такой какой-то характер централизованный. То есть каждый человек может прийти и проявить инициативу, касаемую этой территории. Мы привлекаем туда художников, музыкантов, творческих людей для того, чтобы каким-то образом оживить эту территорию. Параллельно будет проходить... Проходит работа юристов. И параллельно мы все-таки работаем с... Ну, давление определенное на городскую власть через работу депутатов. С вами сотрудничает очень небольшое количество реальных депутатов. Ну, вы знаете, надо признать, что вообще в горсовете существует очень небольшое количество реальных депутатов. Пять-шесть человек, которые не ставят подписи под позорными документами. Да, может быть, до десяти. Все остальные – это прислуга либо своего бизнеса, либо бизнеса галантерника и других олигархов. Понятно. Местного масштаба, да. И вот это основная проблема. Именно поэтому происходят такие столкновения в городе, потому что интересы жителей, интересы громады некому представлять в горсовете. Мы из-под контроля своего эту тему никогда не заберем, и мы добьемся того, чтобы это злодейство прекратилось. Вместе с тем, чтобы мы добились того, чтобы люди, которые все это творили с Одессой, чтобы они были наказаны. Пока не наказан ни один человек, переступивший через наши интересы, это безобразие будет продолжаться. Я хотел бы, чтобы мы успели поговорить о 13-й станции. Да, вы знаете, то, что произошло на 13-й, между 13-й и 14-й станции, честно говоря, вообще выбило меня из колеи, потому что очень больно видеть, как в Одессе, который и так, ну, не хочется сгущать краски, но показатели загрязнения воздуха и, в общем-то, показатели состояния воды говорят о том… Рост всех показателей по туберкулезу. Да, говорят о том, что Одесса на грани фактически экологической катастрофы. И в этот момент, видите, как уничтожаются 160 взрослых 50-летних деревьев. Сейчас уже по последним, ну, вот подсчеты провели 167 деревьев, было удалено. 167 деревьев… Это сделали люди, которые сделали это как бы на своей территории, да? Эта территория была продана еще в 2003 году и назначение… с назначением под строительство коттеджного типа. Сейчас… О коттеджах уже речи, видимо, не изменится, уже высотное строительство, да? Вероятно, да, речь идет о строительстве трех или четырех высотных зданий. Эта территория сейчас… Какая фирма будет строить? Вот с фирмой есть ряд нюансов. Эта фирма принадлежит народному депутату Зубику. И в одних решениях судебных и так далее, в одних документах речь идет о фирме о интеграл, а в других документах интеграл, то есть интригал. То есть меняется буква местами, поэтому здесь необходимо… Чья же это интрига тогда? Интеграл, кто там, какой там выдающийся ученый стоит за этим интегралом, которого нужно научить элементарной математике? Зюбик, господин народный депутат. Это он бы, выдающийся ученый, или он завязан еще на кого-нибудь? Вы знаете, я слышал о его деятельности в других городах, и в Житомире, и в других… То есть это не Одессит, это один из объектов его приложения, да? Да, это один из объектов, причем он, насколько я понимаю, он друг и товарищ господина Кивалова. Ах, вот оно что. Да. Ну тогда все более-менее ясно. Еще один друг Одессы. Да, то есть… Застройщик, выдающийся. Факт тот, что… Факт в том, что это был последний из таких вот лесистых участков парка юбилейный. Не вырубленного еще, да? Такой плотный локальный участок… И его уже больше нет. И его нет, да. То есть деревья просто лежали там какое-то время, не знаю, сейчас их распилили и вывезли или нет. Я считал справку по этим деревьям. Действительно, четыре сорта очень таких хороших, ценных пород, которые вырублены фактически за одно утро, да? Да, их вырубили за одно утро. 167 деревьев потеряла Одесса, и люди, которые это сделали, не считают себя ни преступниками, ни ворами, ничего такого. Нет, более того, уничтожая эти деревья, они вышли за границы собственного участка. Мы тогда, ну, наша организация «Зеленый лист», мы тогда инициировали выезд, написали заявление, выезд инспекции экологической. И для определения, для привязки к месту, выезд инспекции Держга Кадастра. И действительно было зафиксировано… Инспекция выехала? Выехала, да. Выехала, были составлены соответствующие документы. И действительно зафиксировали, что деревья были удалены не только на территории, которая, ну, якобы принадлежит по факту вот этой фирме, но и принадлежит городу. То есть на территории… Вот этим должна заниматься милиция и прокуратура, по идее. Но она, судя по всему, этим заниматься не станет. Я думаю, станет. Когда они вырубят все, что растет. Вы знаете, я хочу вообще расстроить одесситов. Мы об этом, в общем-то, говорили. И помните, еще год назад, когда мы говорили о зонинге, когда мы говорили о береге укрепления, о состоянии инженерных сооружений берегозащитных. Мы тогда говорили, что одесситы из-за своего вот такого вот, из-за своей инертности потеряют море. Потеряют город и потеряют море и парковую зону прибрежную. В принципе, могу огорчить, это уже произошло. На самом деле, с застройкой этого участка откроется еще порядка семи или восьми таких же участков, достаточно больших, которые уже проданы. И ждут своего часа на вырубку деревьев и строительство высоток. Да. И это от 13-й станции, туда в сторону 16-й станции, и вся эта территория полностью будет застроена. Я недавно смотрел, что творится на 9-й станции. Там тоже все очень весело. Там высотные просто наступают на коттеджи недавней уже застройки. То есть, столкнулись предприниматели разных поколений. Первые, которые сделали деньги и сделали себе жилье. Вторые, которым здесь уже жить не хочется, они просто делают деньги с территории и вытесняют коттеджников высотными зданиями. Это, на самом деле, очень серьезная проблема, поскольку со строительством таких высотных зданий одесситы просто потеряют пляжи. Понятно, что там должна быть создана инфраструктура, подъезды, дороги и так далее. Понятно, что при этом... Там пляжа на 9-й станции уже нет. Он целиком принадлежит Кивалову, о чем Кивалов сообщил огромным транспарантом. Этим бульваром вы обязаны мне. И сделано это в том месте, в которое, вообще, говорят, довольно трудно добираться, и рядовой человек всегда просто не пойдет. Как сейчас одесситы не ходят в Аркадию, поскольку на это невозможно смотреть. Да, вот все это очень печально, но я все-таки думаю, что я больше чем уверен, что если одесситы пытались отстаивать свои по праву принадлежащие территории, по крайней мере, право собственности, оно не может быть безусловным и не может не учитывать назначение земли. Я так полагаю, что единственное, с чего мы можем в ближайшее время сделать действительно эффективное по этой линии, это выборы. Это выборы, потому что рассчитывать на победу импичмента в Киеве не приходится. Я не верю в Саакашвили, и не верю, что его действительно интересует импичмент. Его интересует фактически, чтобы был скандал и драка. Ну, вы же понимаете, что таких сил, которые играют на чувствах, на страхах граждан, их очень много. И если это будет не Саакашвили, то найдется любой другой. И вопрос в общей дестабилизации ситуации в стране во время введения войны. До выборов будем ближайших вести оборонительные бои, выяснять отношения, подавать в суд, оттягивать сроки застройки, то есть вести такую окопную войну. А атаковать мы их сможем только во время выборов, когда можно будет сказать ни одного голоса господам из окружения Труханова, Галантерника и так далее. Ни одного голоса не подать за людей, которые разрушают Одессу, продают ее по частям и так далее. То есть вот это все надо сделать. Но я думаю, что найдутся силы и найдутся горожане, которым не все равно. Ну, я надеюсь, потому что Одесситы, в общем-то, отличаются, кроме всего прочего, еще и своим умом. Поэтому все-таки я считаю, что должно какое-то самосохранение включиться, поскольку речь идет о жизни и здоровье не только нас, но и наших детей, наших... О жизни и здоровье всех, кто собирается здесь жить впредь. В отличие от тех, кто сейчас делает на наших территориях, делает себе как бы деньги, а на эти деньги собирается жить и воспитывать своих детей, и лечиться, и учиться где-то в далеких местах. То есть им здесь не жить, а нам жить. Поэтому я бы хотел, чтобы вы обратили внимание, дорогие одесситы, что в Одессе существует общественная организация, существуют неравнодушные люди. В частности, Влад Болинский, который был сегодня у меня в гостях, это общественная организация «Зеленый лист». Всего доброго, спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok